Добрый день! Что на сегодняшний день уже сделано из того, что вы планировали? Что планируется? Я слышала, что сейчас проводится конкурс на пространственное оформление этой улицы. Да, в прошлом году была произведена реконструкция улицы Почтовой, и теперь у города есть прекрасная, красивая пешеходная зона, по которой любят гулять рязанцы и гости города. Ну, одежду мы сшили, теперь надо душу вдохнуть на улицу, и мы решили, фонд, общественный фонд «Любимый город» решил провести конкурс на наполнение улицы разными пространственными формами. Вот, поступило порядка 20 разных предложений от архитекторов, от художников, от студентов, пожилые люди приносят свои работы, скульпторы, которые уже известные. И процесс продолжается, поэтому мы решили продлить конкурс до апреля месяца, может быть, даже больше продлим по времени, потому что работы возникают, возникают и возникают. Вот здесь, кстати, представлены некоторые работы, ну, например, «Музыка водосточных труб», «Ладонь желаний», потом еще есть работы о нулевом километре, есть такие смешные названия, например, «Уши Ростелекома», и еще много-много интересных. Я думаю, что, когда мы будем подводить итоги конкурса, рязанцам очень понравится, об этом мы сообщим дополнительно. Ну, помимо каких-то пространственных форм и изменений, что планируется ввести в улицу? Вы знаете, хочется добавить, и мы делали опрос на улице Почтовой, хочется добавить торговлю, конечно, сувенирами и такую, знаете, уличную торговлю, но цивилизованную. Я вышел с предложением к администрации города Рязани рассмотреть возможность именно организации нескольких таких торговых лотков с укрытием, где будут продаваться местные сувениры, можно будет пирожки с чаем попить, ну, что-то вот такое. Я сейчас вот веду работу в этом направлении, ну, как бы в процессе. Вот, в процессе. А помимо торговли какая-то культурная жизнь? Безусловно. Музыканты уже пришли, уже играют. Я думаю, что художники и музыканты, они сами придут на улицу Почтовую, сейчас чуть-чуть теплее будет. И я думаю, что все произойдет, и у нас будет такое подобие московского Арбата. Поэтому я, например, ВКонтакте группу так и назвал «Рязанский Арбат», ну, как-то она прижилась. И поэтому, если кто-то хочет участвовать вот в конкурсе, у кого-то есть идеи по улице Почтовой, я бы очень хотел, чтобы они вот обращались в социальную сеть ВКонтакте «Рязанский Арбат». И все-таки, Михаил, как вы в итоге видите, какой вы видите эту улицу? Все-таки просмотрели, наверное, уже достаточно большое количество конкурсных работ. Что-то у вас уже в голове выстраивается? Как это будет? Конечно. Я разработал схему расположения объектов досуга, которые как раз сейчас согласовываются в администрации города Рязани. Помимо этого будут открыты музеи. Правда, помещения выделены, но, правда, денег, к сожалению, на ремонт этих помещений сейчас нет. И мы сейчас еще с фондом «Любимый город» проделаем огромную работу. Мы хотим провести круглый стол, на котором хотим вспомнить, какие бренды у Рязани есть. Вот все приводят в пример Коломну. Вот они с пастилой сделали такое маленькое чудо. И все те люди, которые там побывали, они с благодарностью вспоминают. И мы хотим что-то сделать подобное. Вот для этого мы проведем общественным фондом «Круглый стол» в ближайшее время. То есть пока еще никаких претендентов на бренды пока нет? Ну, у нас есть знаменитые «Грибы с глазами», «Рязани с косопузой». Ну, хотелось бы больше. Вот недавно история всплыла про первый магазин «Макс Фактор» на улице Соборный, дом 48. Он там как раз находился, это в начале прошлого, уже позапрошлый век. В конце позапрошлого века. Вот. И может быть такие вот истории, если улица Почтовая и Кольцова, которые, кстати, надо тоже делать пешеходной зоной, потому что сейчас это старинная улица, но она превратилась просто в парковку, в стоянку. И если будет такая создана большая пешеходная зона, Лыбецкий бульвар, улица Почтовая, улица Кольцова, вот дорога к Кремлю, у нас построится скоро архитектурно-исторический музей. То есть все это должно работать в симбиозе. Вы упомянули о музеях. Насколько я помню, планировалось открыть музей Бориса Гребенщикова? Вы знаете, скорее всего, это будет клуб, но, опять же, нужны какие-то частные инвестиции, а сейчас не очень хорошо с инвестициями. Вот. Я больше занят музеями, которые, скажем так, я считаю, более необходимы городу Рязани. Это музей путешественников, музей фотографии, вот Центр современного творчества, тоже совместно с музеем хотим сделать, выставочные разные площадки и так далее. Я думаю, что это сейчас более актуально и более нужно городу. Вот если сегодня кто-то из наших телезрителей настолько заинтересовался, что захочет поучаствовать в этом конкурсе, таким образом, куда должны отправляться работы? Можно списаться как раз по социальным сетям, найти группу «Рязанский Арбат» ВКонтакте, и можно написать там на странице или в личку. Меня очень легко найти. Ну и, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к рязанцам с просьбой, к историкам, к архивистам, к искусствоведам, чтобы они выходили с предложениями относительно брендов, которые касаются Рязани, Рязанской области. Чтобы мы могли на основании этих брендов делать какие-то сувениры, как-то их раскручивать. Пожалуйста, обращайтесь. Приносите свои работы. Все-таки сейчас можно предположить, ну хотя бы примерно, к какому сроку, я не говорю о полном завершении работы, но что-то изменится на этой улице? Я думаю, что у нас есть такая веха – День города, который в августе традиционно проходит. Я думаю, что улица Почтовая будет набирать обороты в течение лета, и к Дню города она еще получит новые какие-то объекты. Вот, может быть, вот все, о чем я говорил, о скульптурах, о палатках, где будут продаваться сувениры, может быть, это все будет реализовано. Но на все нужны деньги, тут надо тоже отдельно работать. Большое спасибо, что сегодня пришли к нам, рассказали о том, как продвигается работа. Мы с интересом и удовольствием будем наблюдать за тем, как меняется наш город в лучшую сторону. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами в новых выпусках. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»